ЗИПЕР БАРДЖЕЛО Процесс создания вот такого интересного асимметричного колье с крупными бусинами. Итак, для работы понадобится полимерная глина ярких цветов, гель для глины, ролик и паста-машина, прямое и крупное волнистое лезвие, моделирующие инструменты, макетный нож, сверло, кисточка и лак для глины, маленький круглый каттер, набор для шлифовки и полировки и основа колье чокер. Основы крупных элементов я решила сделать из остатков глины. Тщательно разминаю пластик и раскатываю его на максимальной толщине паста-машины в длинный пласт. Пласт сгибаю пополам, слегка прикатываю роликом, чтобы удалить воздух между слоями. Вырезаю из пласта ровную полоску. Для крупной бусины я вырезала полосу длиной около 15 и шириной в 2,5 см. Для более мелкой детали длиной около 10 и шириной в 1 см. Очень удобно при нарезании пользоваться линейкой. Соединяю концы полоски и аккуратно заглаживаю стык моделирующим инструментом. Придаю кольцам овальную форму и запекаю детали прямо на плитке в течение 10 минут. Пласт из остатков глины прикатываю к рабочей поверхности. Края остывших после обжига колечек смазываю гелем и выкладываю детали на пласт. Слегка нажимая, прикатываю роликом и срезаю излишки глины макетным ножом. Снова отправляю обе заготовки в печь на 10 минут. Чтобы бусины получились с небольшим скосом, осторожно срезаю запеченную глину макетным ножом. Вот такая форма у меня получается. Также срезаю под углом и вторую заготовку. При необходимости можно выровнять поверхность срезанного края грубой шлифовальной бумагой. Смазываю срезанный край гелем и с небольшим нажимом вдавливаю основу в пласт глины, прикатанный к рабочей поверхности. Вырезаю по контуру макетным ножом. Также закрываю отверстие второй основы и ставлю плитку с заготовками в нагретую печь на 10 минут. Форму остывших после обжига деталей можно подкорректировать грубой шлифовальной бумагой. После изготовления основ приступаю к созданию узора боржелла. Полимерную глину выбранных оттенков тщательно разминаю и раскатываю на пастомашине в пласты средней толщины. Теперь каждый из подготовленных пластов я нарезаю с помощью крупного волнистого лезвия на полоски равной толщины. Вот таким образом должен быть нарезан пласт. Обратите внимание, что волны образуют ровные дорожки, разрезы идут как бы параллельно друг к другу. При вот такой неровной, хаотичной нарезке со смещением узора зиппер боржелла не получится. Поэтому нарезаю пласты не торопясь, добиваясь максимальной ровности. Для облегчения работы можно выложить пласт на листок разлинованной миллиметровой бумаги. Оптимальная ширина полосок для зиппер боржелла 2 мм. Для составления узора мне понадобилось по 3 полоски каждого цвета. Аккуратно отделяю полосы друг от друга, стараюсь не деформировать их. Эти волнистые ленточки выкладываю в общий пласт, чередуя их по цвету в нужном порядке. Состыковываю полосы вплотную друг к другу, ни в коем случае не растягивая их и не сминая волны. От ровности и аккуратности работы на каждом ее этапе будет зависеть качество результата. Накрываю пласт чистым листком бумаги и слегка с очень небольшим нажимом прокатываю роликом. Так полоски хорошо соединятся между собой, а ровность узора не нарушится. Неровные края пласта срезаю и можно приступать к самому интересному. Чтобы получить характерный зиппер-рисунок, нарезаю пласт с помощью прямого лезвия на вертикальные полосы. И при выкладывании смещаю их относительно друг друга уже по вертикали. Для большей понятности я нарисовала схему нарезки, которая, как вы видите, получилась с небольшим эффектом оптической иллюзии. Вертикальные черные линии на этой схеме обозначают разрезы. На самом деле эти линии абсолютно параллельны друг другу. Обратите внимание на то, в каких именно местах нужно разрезать волны. Таким образом нарезаю весь пласт до конца и выкладываю получившиеся полоски, смещая их как бы в шахматном порядке. Полосу с изгибом волны, направленным вверх, смещаю вверх. Полосу с изгибом, направленным вниз, смещаю вниз. Получается зипер-рисунок. Снова накрываю пласт листком бумаги и слегка прикатываю. Поверхность пласта станет гладкой и при этом не деформируется сам узор. Для того, чтобы рисунок на бусинах располагался ровно, выкладываю полые элементы на чокер в нужном месте и карандашом отмечаю вертикаль. Смазываю основы гелем и выкладываю их на пласт таким образом, чтобы намеченная вертикальная линия совпала с вертикалью рисунка баржелла. Разрезаю пласт. Срезаю излишки по краям и запекаю бусины в течение 10 минут. Оформляю боковые стороны, смазываю их гелем и оборачиваю тонкой полоской черной глины. Стык аккуратно заглаживаю моделирующим инструментом. Обратите внимание, что стык у меня на той стороне бусины, где она минимальна по высоте. Срезаю лишнее и снова обжигаю детали. Такое поэтапное запекание предотвращает случайную деформацию и абсолютно не отражается на качестве изготовленного украшения. Осталось оформить нижние стороны. Также смазываю остывшие детали гелем, выкладываю на тонкий пласт черной глины и вырезаю макетным ножом. Заглаживаю стыки по периметру и отправляю бусины на финальный обжиг. Чтобы просверлить отверстия в бусинах в нужных местах, снова выкладываю их на чокер и отмечаю точки, через которые проходит основа колье. Ориентируясь на эти отметки, просверливаю отверстия по бокам бусин сначала тонким сверлом диаметром 0,6 мм, а затем расширяю отверстия сверлом диаметром 2 мм. Теперь бусины можно отшлифовать. Смачиваю шлифовальную бумагу водой, чтобы не было пыли, и шлифую детали со всех сторон в начале бумагы номер 400, затем 600 и в конце 800. После этого полирую поверхность. Поверх узора наношу слой глянцевого лака. Перед лакировкой обязательно нужно промыть детали водой с мылом и просушить их. Для оформления основы чокера я решила использовать бусины шайбы, или, как их еще называют, чипсы. Из тонкого пласта черной глины вырезаю подходящим по размеру каттером много кружочков. Как вы видите, на роль каттера подойдет любой предмет нужного диаметра с заостренными краями. Например, вот такая деталь от авторучки. Удаляю срезанную глину с рабочей поверхности. Стеком делаю посередине каждого кружочка отверстие. После этого запекаю шайбы чипсы в течение 10 минут. Для этого колье мне понадобилось 2 таких порции кружочков, всего около 350 штук. Приступаю к сборке. Развинчиваю замочек чокера. Осторожно разжимаю крим с резьбой и снимаю его с проволоки. Нанизываю на чокер чипсы примерно на 2 третьих длины. Затем надеваю оба полых элемента. И снова чипсы до конца проволоки. Придерживая кончик чокера круглогубцами, надеваю кримп с резьбой и зажимаю его. Колье готово! Украшение получилось ярким, необычным, даже слегка экстравагантным. Крупные элементы очень легкие за счет того, что они полые. Приноски они не будут перевешивать и смещаться к середине колье. Также мне очень понравилась удобная система застежки. Техника зиппер барджелло не настолько сложна, как кажется. Результат здесь, как и в обычном барджелло, зависит от аккуратности нарезки на каждом этапе. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и обязательно читайте описание под видео. Творческих вам успехов, друзья, и огромного вдохновения! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова